МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За то, что мы победили, чувство горечи за то, что многие миллионы наших советских граждан, воинов, не вернулись с фронта. Огромное количество, чудом говорить, тысячи городов на самом деле были разрушены в рамках Великой Отечественной войны, десятки тысяч сел и деревень перестали существовать, и все это сделал фашизм. И более того, после войны все это восстановил наш советский народ. Глава региона объявил минуту молчания в память о павших в боях воинах. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Новое время, новые вызовы. Сегодня мы вновь, вся наша страна ведет жестокую борьбу с нацизмом, с неофашизмом. Сегодня мы сражаемся за нашу жизнь, за наше будущее, за наших людей. То, что победа будет за нами, здесь нет никакого сомнения, потому что за нами наши ветераны, наша память, наша история. Я уверен, что с такими людьми, с такой страной победа будет за нами. Затем ломичи возложили цветы к мемориалам воинской славы. Возле каждого памятника был выставлен почетный караул из военнослужащих Омского гарнизона, юно-армейцев и кадетов. 9 мая, день Великой Победы, годовщина, 78-я годовщина Победы. Это большой, это самый важный праздник для нашей страны. Большое спасибо нашим дедам за то, что они подарили нам будущее. И сегодня мы должны его сохранить и выстоять перед всеми угрозами, с ними справиться и показать, что русский народ – это народ-победитель. Днем на площади перед G-Drive-ареной была сформирована колонна участников мотопробега, посвященного 78-й годовщине Победы. Он стал одним из новых форматов акции «Бессмертный полк». Представители клуба «Ночные волки» вместе со своими соратниками, а также бойцами студенческих отрядов, взяли в руки копии знамени Победы, штандарты России и Омской области, портреты защищавших родину родственников. Мы мотосообществом объединились и сделали вот такую красивую большую колонну, чтобы в этот день проехать и вспомнить нашу историю, вспомнить людей, которые погибли в те годы, в Великую Отечественную войну, и отдать дань уважения. Участники пробега проехали по улицам города и завершили свой путь у Парка Победы, где мотоциклисты и студенты возложили цветы. Пять тысяч мячей приняли участие в патриотической программе «Красная звезда героев». На территории спорткомплекса «Красная звезда» были установлены арки с проходами в виде пятиконечных звезд на каждый год войны. Фотозоны, стенды организованы различной площадкой. Участники патриотической акции могли окунуться в атмосферу военных лет, узнать детали крупных сражений, посоревноваться в народных и спортивных играх. Очень хорошее мероприятие. Здесь пять основных площадок, пять основных точек. Начиная с 1941 года, когда началась война, и заканчивая победой с 1945 года, как раз напротив арки 1945 года мы стоим. Это великая дата. Мы не дадим забыть нашу историю, нашу великую победу. И чем больше таких мероприятий мы будем проводить, чем больше молодежи будет их посещать, тем крепче будет память о великом подвиге наших предков, которые подарили нам будущее. Большой интерес о мячей вызвала выставка оружия и площадка с радиоуправляемыми моделями. 9 мая для меня самый великий праздник. Потому что воевали мои деды, бабушки мои воевали. А сюда я пришел, потому что здесь хорошая выставка. Дети должны знать, что происходит. Я считаю, что они должны знать наше прошлое. 9 мая – это праздник всей России. Это праздник, когда мы ждем и отдаем дань нашим предкам, которые воевали за нас. Я считаю, что молодежь сейчас должна поддерживать все это. Я думаю, что мы именно сегодня должны брать с них пример их героизма, их любви и преданности к родине. Гости праздника могли познакомиться с работой поисковых отрядов, а также сделать снимки в фотозонах, подкрепиться солдатской кашей с чаем на полевой кухне. Праздничную программу сопровождал духовой оркестр. Поздравляем всех с 9 мая. Желаем мирного неба над головой. И не забывать подвиги наших предков. Наши деды защищали границы нашей родины, добиваясь для нас победы и светлого неба. Вот мы сейчас своим уже детям рассказываем об этом, чтобы они всегда помнили. У нас три дедушки были на войне, были награждены. Все вернулись, я слава богу. Всех помним, всех чтим. После торжественной части все участники программы заполнили алыми гвоздиками символическую красную звезду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok